Вашингтонскому обкому сейчас не до люстрации. И Вашингтон, насколько мне известно, не давал никаких указаний, чтобы в Украине проводить люстрацию. Ему реально сейчас не до этого. Есть исламское государство, есть победа республиканцев на выборах. То есть Обаме совершенно не до того. Это понятно. А вот теперь давайте, друзья... А вот мне лично, мне очень интересно. Потому что, в общем-то, я всю жизнь был сторонником люстрации. И теперь давайте, друзья, представим, что в России покойный Борис Николаевич Ельцин провел люстрацию, как-то сам себя из-под нее вывел, потому что ему в первую голову, как члену Политбюро, нужно было быть люстрированным. А всех потом зачистил. И Компартию, и Комсомол, и КГБ. И Гайдара, между прочим. Гайдар работал в журнале «Коммунист». Да, и Гайдар покойный, Егор Тимурч, мне говорил, у нас не было достаточно большой скамейки, у нас не было кадров, чтобы ее проводить, эту люстрацию. Мы бы не могли заполнить... Но это тогда было, в начале 90-х. Но если бы они все-таки решились на это, сегодня бы у нас, у кого был бы Крым? В Украине или в России? В Донбассе? Воевали бы сегодня российские войска? Или не воевали? Я вам говорю, что не было бы этого. Поэтому мне кажется, что люстрацию нужно проводить, но проводить с умом. Нельзя взять ребенка и выплеснуть его вместе с водой. Потому что есть уникальные кадры, которые решают, как говорил один грузин, все. Ну да, вот проблема со скамейкой-то в Украине тоже стоит. Да, и более того, даже вспомните, после революции, люди, которые мне глубоко, не симпатичны, правда, Ленин и Троцкий, взяли царских специалистов и в армию, и на технологические какие-то должности оставили профессуру. Да, гуманитариев они вывезли пароходами, офицеров белых расстреляли, и потом много еще кого. Сталин потом провел в 1937 году иллюстрацию комсостава, да? И потом был 1941 год. Да, чистки в то время были. Да. Так что тут нужно находить какую-то золотую, как мне кажется, середину, чтобы не ослабить государство с одной стороны, но зачистить тех, кого нужно зачищать. Но все же гребенка... А я из Вашингтона не могу сказать, как эту линию провести. Это очень тяжело. Это очень сложно, но объективно и прибалтийские государства, и Чехия, и Венгрия, и ГДР, Германия, им стало лучше после иллюстрации. А иначе у них была бы Румыния. Или я не знаю, в Болгарии была иллюстрация или нет. Или у них была бы Сербия, может быть, до гражданской войны. То есть эти старые кадры тянут назад. Безусловно. А в Украине накладывается еще проблема эпохи Януковича. И тут еще нужно различать. Очень важно провести линию между борьбой с коррупцией. Это вообще, на мой взгляд, к политической иллюстрации не имеет никакого отношения. Это чисто уголовка на самом деле. И... А с другой стороны, политическая иллюстрация. Вот тут нужно очень аккуратно, очень осторожно, но нужно, нужно, нужно делать.